Ух, итак, ну что ж, вот и обновление подскочило, 500 часов было сыграно на, получается, старом, вот уже персонаж стоит в позе, наконец-то, не просто с опущенными руками. Так, ну у меня немножко такой прям мандражик присутствует, потому что я волнуюсь, и мне интересно узнать, что там дальше, блядь, будет. Ну, ладно, нажимаем, погнали. Блядь. Блядь. Блядьте по ссылке в описании и используйте мой промокод, который даст плюс 10% к пополнению счёта. Итак, дубль 2, пробую зайти. Ну, ну погнали, нахуй. Ага, теперь это вот так вот выглядит, да? Да, офигеть. Не, ну прикольно, прикольно ещё теперь у меня есть тело, но оружие никак не поменялись. Ага, теперь я могу на животе лежать. Не, выглядит прям, ну, нормально, нормально. Блин, прикольно, прикольно, анимации. Что ещё остаётся? Ну, побежали тогда на этот, на нынешний завет искать, куда нам бежать. Вот мне штаб завета надо, а как упасть? Так, а как теперь до завета добраться? А кто-нибудь, блядь, проводите за ручку, суки. Сука, бандит потерялся. Наконец-то, спустя какое-то время, до меня допёрло, что на базе, как оказывается, именно бара, есть вот такие 4 перехода, которые настепают сразу на северную локацию. Господи, я-то, блядь, уже начал спрашивать у ребят у знакомых, куда чё идти и чё делать. Вот это храм. Икон только не хватает нормальных. Ёпта. Прикольно, прикольно. Сейчас зайду, но я ещё хочу посмотреть на убежище. Добро пожаловать, позволяю бы получить своё убежище. Убежище Тандорока. Так, нажмите её, чтобы редактировать. Блядь, ну давайте поставить вот так вот. Вот так вот. Они, походу, сделали тупо-напросто этот, как и Старкова, взяли фишку с убежищем. Теперь сюда они её решили припихнуть, да? Слабое усиление, мощное усиление, прочее. Панацея, что это? Радиация, минус 100, температура, минус 100, биологическое заряжение, минус 100. Офигеть. Чё такой сонный всё не делал? Рано, я тут, блядь, смотрю чё, где, как. А, кстати... Нихуя... Блядь, иди нахуй, я не пищу, блядь. А чё тебе, комар, блядь, или муха? А, блядь, даже хуже. Помнишь, я... Мувмент. Помнишь, я ныл про то, что даже в Dark Souls, блядь, передвижение много раз лучше, чем здесь. Ну, там, забраться, там, спрыгнуть и так далее. Я не пробовал этого. Не пробовал? Ну, попробуй. Там, блядь, весь момент теперь превращается в этот, скажем, фильм был. Район, как он, 49? 30-й район. Да. Вот этот паркур, блядь, мне что-то Дима отправил. Видео. Какое-то. Чё мне дали? Какие-то бартерные купоны. Вот это что? Это вообще долгожитель. Никого. Все четвёртые заражения, кроме... А, все четвёртые реально. Это типа какая-то крутая научка, как бы есть. Нахуй мне сотрут тебе, как начнется. Эссенции всякие. Ящики. 80 чё. Сука. Прикольно. А мне 30к обменок, блядь, иди нахуй. Ну, короче, смотри, если в общем подытожить, то бартер стал проще фармиться, но при этом эти фармятся в маленьких количествах. То есть, вот эти кабаны, которые там все бегают, ты с одного лутаешь с премкой, ну, где-то 3-7-4 штуки максимум. Вот. Все остальное тоже в таком же формате. Типа долго, медленно, но верно можешь фармить всю эту ебаторию. Ой, как же нужна нормальная сборка. Сделай нормальную сборку. У меня денег нет. Работа денег нет, нормально сборку. Так, у тебя все же легко, блядь. А пойти нахуй не хочешь? С такими предложениями нет. Ну извини! Кстати, они зря добавили вот этот... Блин, ящик, ах, пресс, все перепуталось, перееблось, блядь. А? Вот это, кстати, меня тоже раздражает. Меня очень сильно раздражает, что они цвет добавили для любого бартера, блядь, каждый хуйней. Теперь у меня в инвентаре вообще хуй пойми, чё там. А, ебать, контейнер улей, кстати, переделали ему модельку. И чё-то сразу даже не признал. Блядь, да, прикинь, не пускается, короче, на север, если ты во фракцию не пустишь. Нет, не вступишь. Да, чтобы ты понимал, я сейчас сбежал, не заметил батут, а этот батут меня не вверх подкинул, а прям вот в стену разрушенного этого здания. И я на второй этаж залетел, как, знаешь, на трамплине. Так, а деревья всё больше не квадратные? Ну, ты выйди на улицу и чекни, да, они не квадратные. Блядь, как кайфово теперь по горам бегать, а? Все эти анимации игра чуть-чуть начала походить, знаешь, чё, на какой-то прям тактикульно-кауперный шутер. Прям, знаешь, чувствуется вязость, тяжесть, блядь, персонажей в этих действиях. В прощих тарков посихоньку пересаживаемся, да? Ну, походу, да. Ну, мог бы шнырить. Шныри — это снорки, типа? Да. Шныри — это снорки. Лизанка-хрюш! Блядь, лизанка-хрюш, какой мем, блядь. Давайте я сейчас задам вопрос, типа... Чё, понравилось, чё, не понравилось, Нандалин? В этой обнове? Да. Ну, чё тебе понравилось, допустим? Давай так, по плюсам. Ну, новый Могланд очень прикольно выглядит. Так, сама переработка карты тоже очень интересно, потому что реально выглядит так, как будто теперь намного проще фармить бартер и, в принципе, жить на севере теперь можно. По поводу распреда ничего не скажу, пока ни с кем даже подраться не успел. Графически тоже прикольно. Игру поменяли, она прям подсвежела. Прям выглядит как что-то серьёзное, а не какой-то мод на Майнкрафт. Так, в целом, блин, просто приятные впечатления от обновы, то, что игра не заброшена, и её модернизируют, улучшают, не забрасывают. Само по себе приятно то, что ей занимаются настолько капитально. Так, окей, тогда чё по минусам? Вот. Чё, вот, зацепило, может? Ну, давай так, учитывая, что ты сейчас на ветеранках и на севере пока не был. Вот для ветеранок я вообще минусов никаких не вижу. Вот разница только то, что там бартероволшки немножко переработали, вот это вот неприятный момент был, потому что я хотел её скрафтить, пока не поздно. С бетками. А так, да, всё то же самое, это обнова, не про ветеранок, это обнова, про мастерки. Ветеранки, как были в очке, так и остались. Ну, давай тогда такой вопрос. Вот, чё ты, конкретно ты, лично, ожидаешь именно на мастерках на севере увидеть? Ну, давай на данный момент. Вот, какие у тебя предположения, как? На данный момент мне хочется какие-нибудь интересные именно активности за нейтральные территории между фракциями. То есть, да, у тебя там свои региончики есть у каждой из четырёх фракций, но есть и нейтральные, где все могут встретиться. И у меня хотелось бы, чтобы вот этот тут риск был оправданный, что там будет какой-то вот прям топовый лут, топовый фарм. Там будет не только сложно, но и профитно бегать, если у тебя руки не из жопы. Ну, кстати, из неприятных моментов то, что так много всего переименовали и перемоделили. Ладно, модельки-то новые ещё, хер бы с ним, а то, что переименовали там мобов привычных, локации, шмотки бартерные, не совсем понимаю, зачем это. Понятное дело, привыкнуть можно, но всё равно я зашёл, я не понял просто, что у меня за артефакты в контейнере, я не понял, что за локации изначально. Я подумал, что армии-то вообще переработали, какая-то новая локация, это просто её переименовали. Короче, вот с неймингом вот это вот непонятный мне момент, много неприятно. Ну, в общем, типа, понятно, что они хотели сделать ребрендинг, и ребрендинг они сделали, то есть и название игры поменяли, и в целом все внутриигровые предметы тоже изменили, поменяли. И что-то там добавили, что-то убрали, но да. Как бы старым игрокам, которые уже не первый год играют, это для них тяжело. То есть разобраться сейчас в новых названиях, потому что несколько лет подряд мы играли по одним наименованиям, и всегда используя одни и те же названия, чего-то не было, там, артефакты, не артефакты, как бы получался свой игровой сленг. А теперь получается так, что игра, по сути, как бы и для новичков очень, как бы, сильно заточена в том плане, что вот, заходите, у нас есть такие-то названия, такие-то предметы. А для старичков это очень, ну, тяжеловато. Прям снова разбираться, снова заучивать, снова всё это проходить. В общем, ребрендинг неплохой была идея, но перемудрили, очень сильно перемудрили, можно было что-то оставить. На этом пока всё, вот такой видеоролик получился. Не знаю, было бы вам интересно смотреть его, надеюсь, что да. Хочу напомнить также про свой твич-канал и про телеграм-канал. В телеграме выходит всякое, начиная от Сталкрафта, заканчивая что-то из личной жизни, а на твиче я стримлю как Сталкрафт, так и другие игры. Кому интересно, подписывайтесь, ссылки в описании. Также не забывайте про мой промокодик на сталкейс.кг. На этом я с вами не прощаюсь, всем спасибо за просмотр, ещё услышимся. По-любому, по Сталкрафт Икс ещё будет много контента. Так что, до скорых встреч, всем пока!